Ой, ну что я могу сказать? Суета, конечно, жесткая, ребята. Вообще прям суета происходит ебейшая. Да я, конечно же, в курсе, что там братишкин стримит, ребята, вы что? Я всю эту историю слушаю тут от начала до конца. Начиная от этого ебанутого, скажем так, товарища Никоглая, ну и заканчивая тем, что сейчас Вова рассказывает. Я-то, в принципе, как бы был в курсе еще и вчера. Даже тогда еще во время стрима, когда Татьяна пришла и я тут сидел 15 минут в тишине. По сути-то, собственно говоря, я не узнал прям чего-то нового. Все то же самое. На меня вчера кричали, говорили, блядь, ебал, звали, ты еще не слышал другие стороны, когда другие стороны, в принципе, говорят все то же самое. Вот. Ну ладно, похуй, это вообще не имеет значения. Говдес. Не, ребят, я хочу один сейчас посидеть, как-то свои мысли высказать по всей ситуации, да? Вот. Может быть, попозже залечу в Дискорд. А так я пока один в одиночестве, как волк, обглоданный, блядь, пляшивый, посижу здесь с вами. Пообщаюсь с вами. Никоглая угрожает бустеру. Я эту хуйню видел. Я эту хуйню видел. Да, блядь, я же говорю, я у себя в телеге написал, что, типа, чел, я не знаю, кем себя почуял, правда. Реально, блядь. Чисто авторитет, нахуй. Реально. Со всеми он теперь будет разговаривать. Ну, понятное дело, это будет делать не он, а люди, которые там, которым он деньги просто платит, и они, соответственно, за него базарят. При этом сам считает себя крутым. Ну, да какой-то крутой. Кто ты, блядь, без этих людей? Да никто. Сам бы прийти, сказать в лицо что-то, ну, явно бы не смог. Вот. Только, блядь, через посредников. Ну, что это за бред? Как по мне, хуйня полная. Вот. Ну, это во-первых. Во-вторых. Я вообще считаю, что не нужно было перед ним извиняться. То есть, даже если Вова реально что-то на него спиздел, это было по факту. Это было сказано по факту, а когда говоришь по факту, за это не извиняются. Я понимаю, что там была обстановка такая, да, что там, типа, давление со стороны людей, что приехали какие-то непонятные чуваки, и, ну, типа, на очко подсел. Но в то же время, по итогу же вроде как... Короче, ладно, это похуй. Просто, я говорю, Коля что-то, блядь, охуел. Ну, в принципе, это давно было понятно, что он пизданулся. Вот. Поэтому, если что, в данной ситуации, я, естественно, поддерживаю Вову. Вот. Видите, как бы я-то здесь, а они там. Конечно, мне легко говорить, что якобы, блядь, да не надо было извиняться. Вот. Был бы я на их месте, я не знаю, что бы я делал. Ну, я, конечно, бы, блядь, старался бы до последнего как-то свою точку зрения отстаивать, да. Вот. Потому что, ну, когда какой-то хуй приходит, вот этот разноцветный, блядь, и начинает по беспределу, да, делать какую-то хуйню, а еще и потом перед ним извиняться, да что за бред вообще. Ну, это вообще хуйня ебаная, я считаю. Ну, пиздец полный. Объясни нормально для тех, кто не в курсе, я не слежу за этими дебилами. Забаньте потом, кстати, за капс на 10 минут. Что тут объяснять? Вова вчера сидел, значит, в ресторанчике с Жужой и Татьяной, если вкратце историю так рассказывать, кушали. К ним вдруг неожиданно подходит какой-то чел. Ну, скажем так, какой-то, короче, да, дядя. Серьезно такой, знаете, дядя к ним подсаживается и говорит, бля, надо поговорить. Вот. Они такие, в смысле? Такой, ну, у меня там не Каглай в машине сидит. Надо обсудить кое-что, вопросики порешать. Поэтому давайте кабанчиком метнулись со мной кое-куда. Вот. А куда? А ну, сами выбирайте место, куда. Ну, они выбрали там какое-то место, какой-то компьютерный клуб. Ну, и поехали. Тем временем, пока ехали, Татьяна там своих людей набрала. Тоже серьезных дядей, так называемых. Которые, соответственно, тоже туда приехали. И все, и у них начался разговор. Ну, как я понимаю, со стороны Татьяны таких людей было больше. В несколько раз. Правильно, да? Вот. Соответственно, Вова в данной ситуации, ну, вроде же, как был в такой выигрышной ситуации. И вот этот момент, который я не понимаю, блядь, ну, нахуй я-то начал извиняться? Вот. И идти на какую-то нейтральную сторону с ним. Ну, блядь, какая нахуй может быть нейтральная сторона с этим Никоглаем? Вот. Этого, конечно, я не пойму. Ну, да, и похуй, блядь. Тут какая Татьяна. Вы чё, блядь, не знаете Татьяну? Это Синди КСГО. Вы чё, блядь, в смысле? Кто такая Татьяна? Татьяна это наша мама, которая решает наши проблемы. Серьезные проблемы. Когда чё-то происходит, Татьяна набирает трубочку сразу в руку. Алё, кабанчиками отнулись ей сюда. И всё. Ему угрожали слить данные. Кто угрожал? Никоглай? Ну, я не знаю. Получилось бы у Никоглая угрожать так же перед теми, кто сидел там, в этом клубе. Перед теми людьми, которые туда приехали. Кто угрожал? Я, может быть, чё-то прослушал. Какие данные? Куда их сливать? В интернет, что ли? Ждём через 7 лет клип, кто убил Вову. Где он будет говорить, что не стоило извиняться и прогибаться. Чек, рифмы и панчи. А шо там? Ну, началось, блядь. Всё! Сейчас эти паблики, которые месяц... Про войну писали. Резко переключится. Опять начнётся, блин. Все будут писать про стримеров. Так, ладно, шо там. Навои сказал, шо... Шо б все извинились друг перед другом. А Никоглай начал, как всегда, лить воду. И Навои кинул в него что-то. Ага, понятно. Так, блядь, я ещё вчера говорил, это такая, типа, какая-то нелепая хрень на самом деле. Ну, в том плане, что серьёзные, реально серьёзные дяди решают вопросы каких-то, блядь, детей. Которые не поделили чё-то. Ну, там, долбоёба Никоглая, который, ну, явную дичь делает. Мне кажется, на месте этих людей стоило бы предъявить лишь только ему, и всё. Потому что даже сейчас он сидит, ну, сидел у себя на стриме и пиздел на бустера. Причём с угрозами, реально, типа, ты из Дубая вернёшься, блядь. Да мы тебя на колени нахуй поставим, блядь. Ты будешь извиняться, извинись. Ты чё про маму сказал? Ой, а сам ты сколько пиздел про других людей, этот Никоглай. И в том числе про матерей в том числе, блядь. Вот, в сторону Мазелова. Что-то тогда это его не останавливало. Чё-то он тогда таким правильным не был. А здесь, как у него связи появились, он сразу, давай, короче, этим пользоваться, да? И каждый, кто теперь ему чё-то говорит, он начинает сразу, типа, угрожать какими-то вот подобными вещами. Что, типа, а давай встретимся. А давай поговорим, блядь. А с кем именно встретимся? С тобой или с твоими друзьями, которыми ты там сейчас, это, ну, тесно общаешься? С помощью своих денег. У чела Никоглая были записи с камер Москвы, где Вова ест, куда ходит, чем занимается и так далее. Ну, я это знаю, да. Я это знаю. По этому поводу я в курсе. Ну, вот я поэтому и говорю, что на фоне всей этой херни, вот так вот и получилось. Я не могу пока клипы смотреть. У меня, блядь, не работает ёбаный инет, нахуй, до сих пор. Причём стрим идёт. Пиздец, блядь. Стоило мне только подрубить, всё нахуй упало. Ебучка, блядская. Это вообще пиздец, сука, блядь, Дина ёбаная. Оптимум момент, ага. А его могут за такое забанить на звиче. Кого, Никоглая, что ли? Да нет. За такое вряд ли. Типа, если бы всё это происходило в прямом эфире, я не знаю. Но забанить за такое, я не думаю. Дайте репорт по этому клипу на канал Никоглая, пусть и... А, где он бустер, что ли, урожай? Вот, поэтому я считаю, что всё происходящее сейчас, это... Это, блядь, несправедливо. Это не... Чего плюс? Это несправедливо. Как же заебал уже Никоглай в инфополе, когда он уже уйдёт на медиапомойку забытых айпажёров. Самый неинтересный форс в этом году, этот ебучий молдавский Джокер. Ну, видите, он же сейчас пытается как бы выйти на конфликтах, на вот этой всей хуйне. Видимо, понимает, что какой-то контент он придумать интересно не может, который он обещал. И говорил, что, бля, ребят, сейчас так разъебывать буду. Ну, в каком-то плане, ты, конечно, можешь сказать, что это и разъеб, но в то же время, хуйня, ебаная, чувак. На конфликтах и я могу, соответственно, вывозить. Да любой может, блядь. Да чё у меня за хуйня, ебаная, блядская сука. Ща, подождите. Ладно, поебать. Цивильно. Но ты же, блядь, нарвёшься на таких типов, где будет не цивильно нихуя ничего. Заканчивай. Ещё и музыка такая на фоне. Вот и всё. Ну, то есть, грубо говоря, вся эта хуйня. Я не хочу, чтобы вы думали ещё какой-то хуйцос. Если считаете, что я переобулся, полное право ваше. Опять же, я с ним не друг. Не дружу. Я ему чётко там сказал, я говорю, обелись, пожалуйста, как-нибудь. Решай. Я и до того момента, как вот он поднялся, да, вот так жёстко, я ему в инсте писал. Я говорю, Коль, давай ты, блядь, разберёшься, нахуй, со своей хуйнёй. И вот тебя весь твич признает, если... Теперь ты говоришь, почему он извинялся и пошёл на мир? В каком плане, не понял. Секретов никаких, я не вываливаю. Чётко говорил. Коль, ты долбоёб, вот скажи, ты больной, да? Он говорит, ну, видимо, да. Ну, то есть, я ещё раз говорю, чел искренне со мной разговаривал. Ну, хуй знает, чё, блядь. Вот как будто говоришь и ебест. В общем, я хочу, чтобы он услышал это. Услышал, сделал выводы, закончил уже с этим дерьмом. Никого не отыскивал, блядь. Дружить я не собираюсь и не хочу. Кидывать я тоже не буду. Но если выйдет разоблачение, я посмотрю его. Ну, не так, яра, блядь, что вот он, уёбок там нет. Братан, ты, видимо, только проснулся. Мы договорились. Я надеюсь, эти договорённости в силе. Твоя территория, твой канал. Моя территория, мой канал. Это мой, блядь, мирок. Мой дом, блядь, это моя семья, нахуй. Я тебя спросил, чел. Тебе было бы интересно, если бы тебе, блядь, заходили в хату, блядь. Пасли бы, твой адрес бы кидали куда-нибудь. Тебе было бы приятно, нахуй. Раньше же говорили, что забанворды, прямые рейды, ненависти, хейтспич, ещё тот в сторону жёра, разбирательство будет от Вича. Всё затихло, что ли, уже? Да, всем пух вообще уже, вы чё? Конечно. Не знаю, как я выступил, сильный или нет, по-прежнему жду, чтобы... Уже месяц прошёл, а какие ещё разбирательства? Ну, заодно я познакомился с серьёзными людьми. Очень крутые чуваки, ребят. Очень крутые чуваки. Ну так пусть эти крутые чуваки и разберутся, блядь, с этим Никоглаем ёбаным. И с его чуваком, который там, блядь, какие-то данные братишкина хотел слить. Угрожал какими-то фотографиями. Чё эти серьёзные люди, блядь, не поговорят тогда с этим чуваком, который припёрся нахуй с Никоглаем? Который там чё-то начал показывать, блядь, братишкину, типа, смотри, чё у меня есть. Фотографии, как ты там кушаешь, с подъезда уходишь. Так пусть эти серьёзные люди-то и поговорят. Это ж хуйня, ебаная, такого быть не должно. Я надеюсь, чел, который исполняет вот эти приколы, там, с которыми я показал моё лицо, там, ещё что-то, перестанет этим заниматься. Вот этой чернухой. Это реально, ну, чернуха вот так вот делать. Не нужно. Да при чём ты терпишкин, блядь? Мы живём в цивилизованном мире, блядь. 2022 год. Какие, блядь, запугивания адресами? Какие, блядь, там, туда поехал, сюда поехал, да, блядь, и что? Именно я про что я говорю. Вы, блядь, убиваете всё медийное, что есть в людях. Из-за вас. Какая-то хуйня, ебаная, реально. Все медийки закрываются и не делятся ничем. Хватит, блядь. Челик извинился за сливы адреса и камеры. Всё, я всё сказал. А нахуй тогда передникоглайнд извинялся. По поводу того, что стримов не будет в ближайшее время, это факт. Типа я, блядь, я не знаю, я буду думать, чё мне делать, блядь. А чё делать? Видно, я не хочу, чтобы меня послили, что-то кому-то не понравилось. Хотя они будут пасти, блядь, все же, все же извинились. Мне, если что, звони, блядь, я своим людям позвоню нахуй и заебём всех. Я, блядь, в Россию вернусь, блядь. Не знаю, можете как-то распространять информацию, не знаю, как-то понятно, что вы все слышали, всё. Чёрти, блядь, охуели, что ли? Да, возможно, я согласен с вами. Кружки, все эти видосы выглядели так, как будто меня что-то заставили. Нет, меня не заставили. Я обосрался в одном факте, где оскорбил его зрителей. Для меня всё равно непонятно, почему они его смотрят, да? Например, для меня. Я ему это тоже говорил. Но зачем их хуесосить? Вот это было лишнее. Именно за это. Не в этом дело, не в зрителях. Кружочко по-другому было. Ну ладно, похуй. Спасибо, Татьяна. И я, блядь, не понял, почему многие начали хуесосить Татьяну. Я говорю, если бы мы приехали туда одни, разговор был бы в одну калитку. Угрожает такую хуйню, это бред, скажу так. На каждого стримера в Даркнете есть некие документики с доносом новой инфы. Кстати, все твои прошлые адреса тоже там. Но это так, к слову, что инфу легко накопать. Так что эти угрозы с личными данными, это просто моральное давление информации и просто из тебя делают жертву. Я пытался... В нынешнее время, когда медийная личность имеет связь, и никто не будет выезжать на твой адресок. Пытался узнать за Макривского, говорю, может, хватит, типа. Он мне чётко сказал о том, что... По поводу данных, это естественно. Дело не в данных, а в том, что когда тебе покажут фотографии, как за тобой, типа, следят, фотографируют тебя в каких-то местах ходишь, да? Возле подъезда. Это немного другое. Если бы мне угрожали тем, что у меня сольют данные, там, адрес, да поебать, не сливают, нахуй. Все бы охуели от этого, что Коля так может, блядь. Все до единого бы, блядь. Все бы из медиек такие, ебать, да он не совсем, наверное, ебанулся. Батер, Мастер. Почему некогда и не забанит просто? Его правду тоже можно. Разве это не противоречит правилам, что я лично граждану? Как же забрал уже этот неглотый мусополь? Так, подожди. Я пытался завести... Это было. Спасибо. Батер, спасибо. Любого из чата, блядь. Любой адрес, без помощи Яндекса, можно вот так вот, блядь, за ебаных, сука, тысячу рублей. Любого, блядь. И не важно. А, вы тут крипы скидывали. Или не переехал. Полностью камеры, блядь, где ты перемещаешься. Блядь, отрисовано поминутно, блядь. Я хочу тебе ассссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс славян на коленях стоять передо мной нафиг через неделю понимаешь дружок это не угроза заплаканный будешь ты славян на коленях стоять я не думаю что с никоглаем вот этот товарищ который тогда кое вот приехал до вчера будет дальше иметь дела с этим вот вот этим дурачком по крайней мере я на это надеюсь потому что там все таки но человек-то серьезный фотографии делает вовочку фотографировал возле подъезда так значит серьезный человек блять но если серьезный такие серьезные люди не должны водиться вот с такими дурачками были до которые тебя по итогу еще и подставляют что тебе приходится тоже потом извиняться вот поэтому я не знаю типа коля кто тебе потом в следующий раз еще поможет в этой хуйне до поставить того же бустера на колени и до слез довести не знаю не знаю не знаю до мной нафиг через неделю понимаешь дружок это не угроза это факт зачем это не угроза это пиздец он мне вчера позвонил говорит я к тебе в америку приеду поговорю с тобой я тебе там достану блять давайте я жду в америке долбоебина блять попробуй меня запугай блять руки не дотянутся давай 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 по пизде по пизде а то вот это вот я не собираюсь знаете какую-то нейтральную сторону принимать я не на на не на и блять на нейтралитете да какой нахуй нейтралитет может быть ебаный свет нет никакого нейтралитета в данной ситуации виноват лишь только вот этот вот то и начал всю эту хуйню а еще блять извиняться перед ним нахуй пошел завтра весь брайтен бич тебя отхуярит за коленьку вашего нашего блять мне кажется здесь вообще поебать на этого коленьку понимаете какой-то стримерок будет что-то там кому-то что-то это блять все издевается что ли их точно припугнули но говорить они об этом не могут не не ребят все как то что сказал вова является правдой так оно и есть там нет такого что он что-то не договорил или там побоялся сказать вот вот как было рассказано у него на стриме так она есть на самом деле вот и все по сценарию говорил как заставили да блять причем этот сценарий понятное дело что он готовился чтобы понимать вообще что нужно говорить чтобы не сказать чего-то лишнего или да не напиздеть но он сказал как есть я вчера с ним общался вне стрима мы блять сидели в дискорде наверное часа три где-то ну там не только я был естественно вот и он там всем и рассказывал историю какой она была на самом деле соответственно здесь он рассказал все то же самое но и все ребят вот эти вот ваши пасты блин после которого никогда решил наехать на бустеры предъявить ему за шутку про маму это конечно смешно было пиздец он уже даже из этого высасывает какой-то контент даже на этом пытается вывести лучше сиди дома деда мы беспокоимся за тебя завтра походу реально тебя караулить будут я не совсем представляю кто здесь меня будет караулить поп-фильтр верни бля дота не не хочу мне микрофон в голом виде нравится больше мне в принципе все что голое нравится больше чем то что в одежде вот но при этом хес если чел на изи нашел каждый пук вова по камерам а чел теперь сидит и собирается делать тайм-аут то я думаю вова обосренный сидел full что ему ничего не осталось как извиниться хотя я full не понимаю нахуя было извиняться вове если кент на джокере сидит и вызывает спортиков на адреса родителей ну ты же сам ответил на свой вопрос убить почему ну потому что вот это была ситуация да где он скажем так немножечко подсел на очку тем не менее когда вся ситуация уже и так понятно да и мы все знаем можно было бы сказать да ребят я что-то на очку подсел на самом деле коника дикты нахуй блять и все страшно в чат писать эту вдруг колян будет каждому в чате с важными людьми приходить ладно ребят не бойтесь у вас есть я я тоже важный человек вы если чем не сразу спешите я разберусь я своим людям позвоню не если я говорил о том что вова спизданул все мирно а потом сказал что боится лишний раз пукнуть и делает тайм-аут ну я тебе говорю как было на самом деле я же те еще раз говорю я тебе говорю блять как человек который общался свой вы вчера то что он сейчас рассказал у себя на стриме этим является то есть все именно так и было не меньше не больше вот и все ты важный человек вообще пиздец просто что мы еще видим мы наблюдаем такую ситуацию когда даже на таком инфоповоде а инфоповод был достаточно серьезный да потому что все это еще мариновалось со вчерашнего дня мы видим что у никогда всего лишь то сколько там было 50 60 тысяч зрителей что-то уже не вытягивают его эти машины раньше столько минимум даже на какой-нибудь вообще хуйне полный а тут что-то 60 косарей сидит это как-то знаете но с трудом что-то вот и это инфоповод от достаточно серьезный такой так вот я как бы короче вова принял вот этот нейтральную сторону до типа не будет больше короче не как лая там трогать и вся хуйня я от себя могу сказать что я не принимаю вообще эту нейтральную сторону вот и от лица всех я буду никоглая значит жестко вообще прям ну прям как он просил точнее говорил бустеру хочет отсосать бустеру вот соответственно может мне тоже отсосать например как вариант к тебе придут а пусть придут поговорим я им скажу как есть мол ребят вы посмотрите что делает данный человек он угрожает моим друзьям да поцелает каких-то непонятных людей сам поговорить не может нормально да мог бы сам прийти к вове если ты знаешь что вова там сидел в этом ресторане будь ты блять мужиком ты у себя на стримах сидишь весь такой типа ебать дохуя мужик как он сегодня говорил я мужчина я за свои слова отвечаю блять ты мужчина который сидит в машине пока за тебя блять разговаривает какой-то совершенно до левый чел с братишкиным а ты сидишь цикло ебаная блять в тачке нахуй и ждешь пока вову приведут ну реально какой-то блять мужчина после этого мог быть сам просто зайти в этот кафе ебаный суп этот ебучий подойти блять крови сказать для брата брата давай поговорим а наху ты каких-то людей непонятных вообще заставляешь ну типа слова разговаривать что за бред какой-то блять мужчин цикло ебаный сосунок все самое забавное никоглай там потом скинули скриншоты еще где он короче делал татьяна стримила вчера и р.л. никоглай сидел на стриме у татьяны и делал клипы ну там видно что там клип никоглай автор никоглай автор никоглай он там несколько клипов сделал типа я так понимаю пытался вычислить их место расположения он делал клипы я так понимаю скидывал вот этому своему товарищу эти клипы вот смотри они сейчас здесь давай их там видимо поймал видимо хотел на стриме это организовать во время стрима татьяна видимо хотел это сделать вот поймать их хотел чтобы наверное вот этот вот серьезный дядя подошел к татьяне там к вове во время стрима у татьяны но видимо не получилось у них как-то их поймать и за короче вот по итогу все это произошло уже вне стрима в ресторане ты же прекрасно понимаешь что никоглай просто пытается ухватиться за все что только можно он пытается забайтить всех подряд вот даже на стриме в бустера такая шо говорю я же говорю что он даже до бустера доебался даже до этой хуйни причем он сразу же знать уже забил хуй на ситуацию с ловой и все что вы интересовало на его стриме 50 процентов всего времени 50 процентов его стрима она уже состояла только из того что типа он доебался до бустера он оффнул стрим и у себя в телеге начал сразу высирать всю эту херню про бустера блять то есть чел понял что в данной ситуации уже как бы все уже как бы все высосано да а тут подвернулась возможность еще ходе позаниматься соответственно да какой-то контент сделать но далеко ты не уйдешь на таких стримах понимаешь которые построены только на конфликтах то с одним то со вторым то сприть а то какую-то девку доебывал что-то переписки сливал блять то стендер или то блять сейчас вот эта хуйня теперь бустер кто следующий мой письмо мой член я что это мой письмо мой член я я я ничего не болею он я я ничего не помню вам не забег мой письмо мой очень чистый что за бред мой очень чай его боль каждый день